Книга «Открытым оком», вопрос 1300. Взаимоотношения. «Бестактность – это грех или нет?» Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. «Бестактный человек – это человек, не умеющий вести себя с людьми. Он не знает, где молчать, что можно сказать в этом обществе. Он глупый, грубый, себя любивый, капризный, и его научить очень трудно, почти невозможно». Экклесиаст 8.6.7 «Потому что для всякой вещи есть свое время и устав, а человеку великое зло от того, что он не знает, что будет. И как это будет, кто скажет ему?» Притча 1.22 «Доколе невежды будете любить невежество, доколе буйные будут услаждаться буйством, доколе глупцы будут ненавидеть знания». Сираха 27. Мудрый человек будет молчать до времени, а тщеславный и безрассудный не будет ждать времени. Бестактный человек может быть очень добрым, но своей грубостью, неумением чувствовать обстановку, он теряет тех, которых мог приобрести. Пример у меня есть очень хорошо знакомая мне и близкая христианка. Она много трудится, посещает больных, искренне верит во Христа, плачет на молитве, но бестактно до ужаса. И притом она это делает не со зла, а по топорности своего ума. Заходим с ней в полупустой общий вагон. Ясно, что на нижней скамейке можно только сидеть, но так как мест много, то некоторые ложатся спать. Она видит, что рядом пустое место, спящий никому не мешает, но она бестактно толкает сразу же лежащего. Здесь лежать нельзя. Женщина с ребенком села и смотрит на нее. Прилично одетая бабушка, чистенькая, никаких сумок с собой нет. Почему она подняла их? Но этой Валентине хочется благовествовать о Христе. И не кому-то, а именно этой женщине с ребенком. Вы можете предвидеть конечный результат этой евангелизации. А события могли развиваться иначе, если бы этот апостол в юбке был тактичным. Предположим, что внучка проснулась раньше и по временам задевает бабушку. Тоже не по злому умыслу, и она могла бы ей сказать тихо, чтобы девочка была аккуратнее и не задевала бабушку, которая очень устала. Пусть она отдохнет, что бабушку нужно любить и уважать. Бабушка бы это услышала обязательно, и ей было бы приятно, что о ней проявляется забота. Когда бы бабушка сама проснулась и уже позавтракала, то с ней разговор мог бы пойти совсем по другому руслу. Только делать это все нужно ненавязчиво, тактично. Другой случай. Ко мне приезжает брат с твердым намерением вылечиться от запоря. Он прилично одет, совершенно трезвый. Он зашел, помолился, приехал из другой республики. Эта же сестра его знает, и вместо приветствия она, как всегда, сама сонная, с просонок вскинула на него глаза, помулявила губами, утерлась рукой, и при всем собрании, а было около двадцати человек, вдруг брякнула ему, совершенно незнакомому для этого общества. «А ты этот того все так же и пьешь?» Он посмотрел на нее молча и сразу же, даже не оставшись пообедать, вышел. Когда я после спросил ее, для чего она так поступила с ним бестактно, при всем народе выставив его пьяницей, отчего он и так страдает, она даже ничего и не поняла, и совесть ее не мучила. «А что я особенного сказала?» Назвать такую дурой она обидится, но в данном случае она не дотянула даже до этого уровня. И она из-за своей бестактности уже никогда не будет близкой оскорбленному ею человеку. Ее бестактность сделала ее ненавистной к своей семье. Так что ее дочь умоляет меня хотя бы на время поста откомандировать ее мать в другой город, чтобы они могли спокойно пожить без нее. Христианин сделался, невыносим он для тех, кто иногда в церкви-то бывает, но редко. Когда посеяно зерно добра и правды и свободы, придет пора и даст оно благие всходы. Когда сильней порывы бурь, когда кругом бушуют вьюга, нам грезится небес лазурь и зелень луга. Когда упасть готовы мы, как срезанный на ниве голос, нам часто слышится из тьмы призывный голос. И вновь герои, не рабы, мы поднимаемся из праха для жизни новой, для борьбы, не зная страха. Пусть говорят, пророков нет, и к пониманию сердце глухо. Над миром злобы и сует есть царство духа, есть царство света и добра. Над ложью призрачной и бледной Оно блеснет, придет пора с зарей победной. О, Чуньна!